Краевые соревнования по самбо в городе Анапа проходили с 3 по 6 ноября. Среди спортсменов со всего края боролись за победу и славянцы. Удалось ли нашим землякам вернуться домой с победой, узнавали наши корреспонденты. Равняйсь! Смирно! Рыть! Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! С такого приветствия начинается занятие самбо в Федерации самбо и дзюдо Славянского района. Вот уже пять лет здесь обучают этим видом единоборств. Всего около ста славянцев занимаются в Федерации и стараются освоить эти виды спорта. Не все, конечно, занимают у нас медали, получают и места занимают высокие на краевых и на всероссийских соревнованиях. Но мы не оставляем ни одного ребенка в стороне. Всех стараемся тренировать. Если даже у них на ковре не все получается, то у них будет все получаться на физкультуре, на приздачу норматив ГТО. И, что немаловажно, сейчас со следующего года вводятся уже азы самбо в обязательную школьную программу. То есть они уже будут готовы на все 100% и побороться, и показать свои навыки и умения. Самбо – не только вид спортивного единоборства. Это система воспитания, которая развивает волевые качества человека. Прежде всего, это наука обороны, а не нападения. Самбо учит самозащите, формирует твердый мужской характер, стойкость и выносливость. Становление самбо в России произошло в 1920-1930-е годы. Оно развивалось в двух направлениях – как массовый вид спорта и как эффективное средство подготовки кадров для органов охраны правопорядка. А в наше время этот вид единоборств еще и как способ для досуга и саморазвития нынешнего поколения. В краевых соревнованиях по самбо в городе Анапа участвовали 4 человека от Федерации по самбо Славинского района. Трое из них заняли призовые места в своих весовых категориях. Среди них самая маленькая, как по возрасту, так и по росту – Анастасия Самойленко. Ей всего 10 лет. Стать лучше ей удалось без особых усилий, признается спортсменка. Я заняла первое место. Была очень рада, потому что занималась 5 лет и стремилась к этому, чтобы была первая в своей категории. Я очень рада. Еще один призер – Николай Головачев. Он занял второе место. Но спортсмен не расстраивается. Говорит, что в будущем возьмет реванш. Сложные были соперники, но я боролся 4 сутки. Три выиграл, а в последнем финале проиграл борцу, который боролся с города Анапы. Третьим призером в краевых соревнованиях по самбо стала Ксения Дубленых. Она также заняла второе место. Одним словом, соревнования по самбо для славянцев прошли успешно. Копилка спортивных достижений славянского района пополнилась новыми именами. Возможно, именно они и в будущем будут представлять наш район на всероссийском и даже мировом пьедестале.